Светлые гости на Светлом радио И я сегодня хотел бы начать говорить о вас, потому что вы вели и телевизионные программы, вы достаточно публичный человек, я имею в виду известный человек. Хотелось бы узнать о вас больше. Я знаю, что вы из Западной Украины. Родился я 5 октября, в далеком 1962 году, в славном городе Червоноград, ранее Кристинополь, Количино. Ну не таком уж и далеком. Все это относительно, конечно. 50 лет тому назад. Служение ромскому народу. Как это произошло в вашей жизни? Это целая история или целая веха. Как раз на днях исполняется 28 лет, как я прошел цыганский табор. И мы сделали даже фильм такой, короткометражный, 28 минут, который называется «Ромы Закарпатья. Изменение цыганского этноса или ромского этноса». И я думаю, что это довольно неплохой фильм. И в этом фильме отражена именно эта работа за 28 лет. И я благодарю Бога, что он через меня коснулся этого этноса. И мы проповедуем спасение не только от греха, не только загробную жизнь, а жизнь вечную с Богом. Мы говорим и о трансформации этноса, трансформацию народа от безграмотности, от бедности, к образованию и к зачаткам какого-то бизнеса, а также о самоуправлении. Немало сделано, есть о чем говорить. И это слово «предназначение», мне кажется, для вас оно имеет какое-то особенное значение. Это мое ключевое слово в моей жизни. Потому что я верю, каждый человек имеет от Бога предназначение. И вообще, на эту планету Бог не позволяет воплотиться ни одному человеческому духу без определенного назначения, без определенной цели, данной для этого человека самим Богом. Когда и при каких обстоятельствах это слово пришло к вам? Когда вы начали служение цыганам или раньше? Нет, это слово пришло позже, когда я начал служение цыганам. И вообще, служение Богу и людям. И оно пришло где-то лет 10-15 назад. Когда я об этом начал проповедовать, говорить о предназначении, говорить о том, что мы созданы в Боге, были уже когда-то на добрые дела, что мы в Боге, во Христе, мы уже являемся. И там, где-то наверху или в другом мире, я есть. А здесь, на этой земле, я должен в точности отобразить себя таким, каким я был создан Богом на небесах. Это и есть совершенная воля. Это и есть предназначение. Потому что Бог создал планету с определенным назначением. Бог, когда творил первый день, второй творил, третий, Он сказал, да будет свет. И этот свет имел назначение. Он отделял тьму от света. Затем, когда Бог создал солнце, месяц, звезды, Он им также дал предназначение. Когда Бог создал растения, Он дал им назначение. Животных, Он дал им назначение. И когда Бог сотворил человека, то Он дал ему также назначение. Бог все делает с определенной целью. Поэтому мы можем видеть логику, последовательность во Вселенной. И также можем проследить последовательность или логику Божью в жизни человека или человеческой судьбе. Хотя смотреть по звездам легче астрономам. И видеть там какую-то взаимозависимость, причину и следствие. А люди, которые наблюдают за человеческой судьбой, могут запутаться. И вообще, люди даже могут не понять, что это такое жизнь. Но я думаю, я убежден, что для человеческой жизни у Бога также есть цель. И в Боге есть предназначение. И у Бога есть логика. Просто надо иметь мудрость, чтобы правильно интерпретировать вещи, обстоятельства, ситуации, в которые человек попадает. Или это по нашей глупости, или это Божья воля, или Бог в этой ситуации нас чему-то учит. Также верю, что каждый народ имеет от Бога назначение. Украинский народ, украинская нация, имеет от Бога также предназначение. И в том числе цыганский народ имеет свое предназначение. Я думаю, что он так долго спал, и Бог его выводит на арену последнего времени. Когда увеличивается тьма, Бог посылает свою благодать и приносит большой свой свет. Цыгане рассеяны по всем странам Западной Европы. В Венгрии, в Словакии, в Чехии, в Германии, в Румынии, в Болгарии. Во многих странах с ними большие проблемы. Но думаю, что Бог начал это пробуждение в Закарпатье. И оно есть сейчас и в Словакии, и в Молдове, и в Украине. Оно распространяется. И через это Бог хочет показать даже Евросоюзу. Не деньги решают. Не деньги меняют этнос. Потому что они с большим успехом осваивают миллиарды евро в Европе. Проедают без проблем. Но ничего не меняется. Но только тогда, когда Слово Божье, которое Евросоюз отверг, когда основы Библии, которые Евросоюз отверг, приходят в нацию, и нация меняется и меняется. Я верю, что Бог хочет это сказать. Он ставит на это акцент. Мне кажется, все же предназначение человеку открывается лично Богом. И это определенная степень зрелости, ее глубина. Когда человек уже не принадлежит сам себе и не говорит, куда хочу, туда лечу, а понимает, что каждый шаг для него уже заранее предназначен. Безусловно. Человек с опытом, с определенной мудростью может находиться в совершенной воле Божьей. Потому что найти свое предназначение, это значит быть в воле Божьей. И для этого иметь надо мудрость. Для этого надо понимать жизнь и понимать Бога. И знать, с какой именно целью Бог позволил прийти мне на эту планету. Какая здесь цель моей жизни? 80 или 120 лет? Я верю, что мы должны жить долго и продуктивно, не болея. Потому что Бог имеет назначение для нас. Я абсолютно полностью согласен с такой трактовкой. Уже более 3,5 лет, Сергей Васильевич, вы на светлом радио ведете программу с таким названием. Как быстро течет время. Да, около 120 программ предназначения уже записано. Есть о чем говорить. В любом служении, в любой деятельности мы и делимся чем-то, и что-то получаем. Определенный опыт. Что вы получили за эти три года? Ну, я как динозавр вижу здесь на светлом радио. Но не вымер, живой. Так и говорят. Ископаемое живет. Да? Самое первое, я не боюсь говорить в прямом эфире. Для меня или общаться так, или в прямом эфире все равно. Когда я приглашаю гостей, то они волнуются. И я вспоминаю, как я первый раз тоже волновался, когда говорил в прямом эфире. А сейчас такого страха нет. То есть я получил опыт общаться в прямом эфире. Также я понял, насколько важны эти передачи. Честно скажу, что иногда, если уж такое долгое время, каждый четверг приходить сюда, снег, мороз, как сейчас минус 12, или дождь, ты себя хорошо чувствуешь. Устал ли ты за целый день? Или в хорошем настроении? И надо идти на светлое радио. То есть я получил такое постоянство и настойчивость. Я прихожу и проповедую. И потому люди звонят, и мы молимся. И Бог творит чудеса. Сегодня мне звонил один Владимир Соболони. Он говорит. Вы знаете, в прошлый четверг был звонок. Мама просила молиться за ее сына, который был в реанимации. Там что-то сознание он потерял. И я сказал, возьмите платочек, и мы за него помолимся сейчас. Но завтра понесите его и положите на голову. Он говорит, у меня сильно болело плечо. Я взял платочек, положил себе на плечо. И в одну секунду плечо перестало болеть. Он мне сегодня утром звонит с таким восторгом, с такой радостью. Я думаю, слава Богу, есть плод, есть результат молитв. И также есть плод и результат действия Слова Божьего. Я не знаю, сколько нас человек слушает по интернету. Сколько непосредственно слушает через сателлитные антенны. Сколько непосредственно слушает через радиоприемники в Украине, во Львове, на Галичине. Там, в Германии, в Канаде, в Америке. Были звонки из России, из Соединенных Штатов, из Англии были, из Австрии были. Везде люди слушают это радио. И я думаю, что только в вечности мы узнаем точно плод или результат этой радиопрограммы. И всех вас, уважаемые радиослушатели, которые вместе со мной молитесь в этой второй части этой радиопередачи. Я думаю, что мы сделали что-то уникальное. Мы создали такую молитвенную цепочку. Потому что есть много программ, когда пастор проповедует. И есть много администраторов, которые принимают телефонные звонки, и они просто за них молятся. А мы сделали так, что вы звоните в прямой эфир, и мы вместе молимся за вас. И люди в других церквях, я приеду проповедовать, даже в Баптийской церкви говорят. А мы слушаем ваши радиопередачи и молимся вместе с вами за людей. Это просто чудо. Я знаю, что проект предназначения вы начинали как телевизионную программу. Так вы хотели передать свое видение. Но, в принципе, телепрограммы имеют определенное ограничение. Потому что нет возможности такой моментальной обратной связи с людьми, как в радиоэфире. Телепроект — это совсем другая парафия. Он гораздо сложнее. И это же картинка, а здесь только голос. И я записал 40 программ предназначения с выдающимися людьми Украины, с пасторами, с различными общественно-политическими деятелями. Это транслировалось на ТРК «Украина», на других телеканалах региональных в Украине. Моя мечта была после этого перейти на такой формат христианского шоу, где мы могли бы обсуждать вопросы абортов, ювенальной юстиции, однополых браков. Такие горячие, актуальные на сегодняшний день вопросы и проблемы для Украины. Но пришел кризис, закончились средства, и этот проект не состоялся или отстрочен. Но, скажем так, он перешел в другой ракурс. Он перешел в программу предназначения на светлом радио. Значит, такого более может быть. Это видение, которое Бог дал вам, видение Сергея Балюка. Если Бог дал видение, то оно как шило в мешке, его не спрячешь, оно вылезет, оно исходит. В телевидении не было возможности, радио открылось. Вы знаете, мне Галина Львовна сама позвонила и предложила. Я недолго думал, возможно, три дня, и я дал согласие. И я понял, что это такое прямой эфир. Каждый четверг сюда приходить. Это определенно посвящение, но я благодарю Бога и не жалею ни за одну передачу. Это вторая часть программы с телефонными звонками. Я прослушал некоторые программы и заметил, что достаточно много свидетельств об ответах на молитвы. Буквально в прошлый четверг было несколько сообщений, что Бог ответил. И мы приняли. Смогли за 30 минут принять 15 звонков. Где-то так. Это очень много. Это один звонок. Человек говорит, и мы молимся по две минуты. Это очень много. Просто телефоны разрывались. Поэтому слава Богу, что Господь отвечает на молитвы. Бог добр. И эта программа актуальна. Понимаете, человек сегодня, все с ним хорошо, а завтра что-то случилось. И ему нужен Бог. Нужна молитвенная поддержка. Светлые гости на Светлом радио. Сергей Васильевич Балюк в студии Светлого радио. И мы говорим о предназначении. Только что говорили о том, что предназначение – это нелегкое дело. И не вполне равно такому современному понятию, как «счастье». Человек всегда стремится к какому-то комфорту. Человек хочет комфорта. Вообще, легкой жизни. Но когда мы говорим о предназначении, то в зависимости от того, к чему Бог тебя призвал. О Марии, матери Иисуса, говорится, что она блаженная между женами. Да? Но если проникнуться ее жизнью, редко какая девушка захочет такого блаженства. Конечно, это большая честь удостоиться или быть избранной Богом, Отцом. Для того, чтобы через Духа Святого родить Сына Божьего, Мессию Иисуса Христа. Что ей стоило? Это чуть не стоило ей потери Иосифа. Иосиф хотел ее оставить, когда узнал, что она беременна. Затем, как это объяснить другим? Откуда твоя беременность? Ты покрытка? А потом, когда родился, то здесь Ирод восстал, хочет убить. Из сотни малых ребят до двух лет были истреблены. А потом надо было бежать и быть беглецом в Египет. А потом надо было следить за политической ситуацией в Иудее. Узнать, когда умрет Ирод, чтобы вернуться. А потом в тридцать лет отдать этого Сына на служение. А в тридцать три с половиной – видеть, как Он умирает на кресте. Это назначение. Но этому назначению пришлось платить чрезвычайно высокую цену. Если возьмем предназначение апостола Павлом, который был Савлом раньше, это также большая честь быть инструментом в руках Божьих, через которых Он основал сотни церквей в Малой Азии, а также в Европе. Но какова цена? То есть Богом данное назначение – это не просто бить баклуши. Я делаю, что хочу, хожу, куда хочу. Предназначение – это очень узкая тропинка. Это идти той дорогой, которой определил тебе Бог. Но именно только на этом пути человек может найти и встретить, постигнуть настоящее счастье. Потому что счастья в лесу где-то нет. Потому что счастья нет, когда человек ходит где-то по обочине. Счастье человек находит там, где Бог ему назначил. То есть счастье человека в предназначении, данном ему Богом. Давид об этом говорил так. «У тебя записаны, потому что сочтены все дни, и одного еще не было». То есть у Бога есть план для нашей жизни. И вся жизнь для меня – это просто такое приключение. Я открываю Божий план для своей жизни. Когда-то в детстве мы играли в такую игру – «Зорница». Был план, была схема, были некоторые вещи спрятаны, их надо было найти. Также у Бога есть план для моей жизни. И Он спрятал самое прекрасное в том или ином месте, в определенное или иное время. И я, зная этот план, иду по этому плану и открываю для себя то, что Бог мне назначил. Это не фатализм. У меня есть право выбора. И это не обреченность, это предназначение. Я чувствую счастье в тот момент, когда нахожусь в правильном месте, с правильными людьми и в правильное время. Просто ты чувствуешь тогда силу, энергию, потому что ты понимаешь, что-то происходит, и ты творишь. Возможно, историю, которую назначил тебе Бог. Но любая история с чего-то начинается. Я понимаю, что наша история как христиан началась еще до нашего рождения, когда Христос сказал «совершилось». И потом мы все разные, мы наследуем что-то от родителей, получаем образование, воспитание. Но есть поворотный момент. Так, у Савла это была встреча с Иисусом на дороге в Дамаск. Перед этим он был свидетелем смерти Стефана и его отношения. А в вашей жизни были такие вехи, которые бы вы могли назвать поворотными моментами, когда Бог открывал и призывал идти по предназначению? Как-то с самого детства на мне была уже какая-то печать. Насколько я понимаю, что Бог меня к чему-то зовет. Мой папа, мама, мои старшие сестры, братья, братья в церкви. Они как-то говорили, что когда я вырасту, я буду лидером молодежи. Когда я вырасту, я буду проповедником. Все говорили, что это какой-то особый ребенок. Я помню, как однажды шел по улице. Мне на голову села ласточка. Просто сидела на голове. И я шел вот так. Вот так шел, потому что на голове сидит ласточка. Я шел очень осторожно. И она сидела. Я шел в дом. Но когда я заходил на порог, так она улетела. И все сказали, это тоже какой-то определенный знак. Я помню, у меня в коляске. Такая коляска, два колеса и одна ручка. Старый седой дедушка возил. И все они говорили, что на мне есть какое-то особенное предназначение. В первом классе я только научился читать. Я прочитал всю Библию. До третьего класса я прочитал ее три раза. Я мог пересказать по порядку все книги Библии, всю эту хронологию, истории Библии. И в четвертом классе меня Бог крестил Духом Святым. И я понимал, что сила Божья дается для того, чтобы быть Его свидетелем даже до края земли. Я готовился, потому что это был Советский Союз, пойти в тюрьму. Где-то быть в Сибири за Слово Божье. Я готовился страдать за Христа. Я себя даже готовил физически к этим вещам. Когда я подрос, я мечтал быть миссионером на Алеутских островах. Это прямо возле Японии. То есть с самого начала, внутри, можно сказать, уже был этот вулкан. Вот этого предназначения. Он только искал место и время, где он выйдет. Я верю, что Божье предназначение есть в жизни каждого человека. И просто этот голос, он внутри. Если возьмем за цыган, я слышал этот голос внутри себя. Пойди к цыганам. Но я говорил, Господи, я еще недостаточно святой, и я недостаточно знаю Библию. Я буду больше молиться и поститься, потому что это такое святое дело, чтобы идти проповедовать цыганам. И это было шесть месяцев. Я молился, постился, размышлял и боялся уйти, потому что я это понимал, что это не просто так. Пошел, вернулся. Очень часто так небрежно, сейчас много кто что-то делает. Я понимал, что это очень большая ответственность. И оно внутри, здесь, в твоем духе, оно находилось. Я верю, я знаю, что человек, имеющий призвание от Бога, оно рано или поздно где-то проявится. Человек, имеющий призвание от Бога, он не будет просто сидеть, просто наблюдать за происходящим. Он будет внутри событий. И вы знаете, когда я пошел в цыганский табор, то они как бы принялись сначала, но было и очень трудно. Я не имел, где жить, я не имел, что есть. Вообще, если посмотреть, мне было 22 года. Молодая жизнь, юная. Я его, как мы не сказали, потерял в цыганском лагере. Но я не жалею эти годы, что я отдал свою молодость, свою энергию, свои силы этому народу. И не жалею тех тяжелых времен, которые я там проходил. Это был мой университет. Я получил от Бога такую благодать, просто эмпатию к культуре этого народа, не только этого. Просто я заметил, что мне легко адаптироваться. Я был в Турции, я уже на третий день что-то говорю. Я был в Югославии, Воеводино, уже там с ними говорю. То есть проблема культурного барьера или культурный шок, для меня не была проблемой. Обедать или ужинать в цыганском скромном доме. А на второй день быть на званом обеде в Ужгороде, где большой банкет, хрусталь и так далее. Я был выше, чем бедность и богатство. То есть я понимал это все временно. Я понимал, что одни люди живут так, а другие живут так. Я мог вернуться из Англии и вновь в цыганский табор, в болото. И мне говорят, ты что, глупый? Почему ты в Англии не остался? А мне параллельно. Это Англия, это Мукачевский лагерь или Куба. Какая разница? Просто когда ты живешь при звании, ты живешь в другом мире. Ты просто из другого мира. С той и другой реальности приносишь что-то в эту реальность, физическую. Есть духовная реальность, в которой мы находимся, и есть физическая реальность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!